Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 14 декабря 2022 года, среда. Местное время 16 часов. Моль минут, Киевская 17, Московская 18 часов. Итак, я продолжаю сегодня после перерыва. А перерыв вызван следующим пятницу, прошедшую пятницу. Я с супругой сделали прививку против гриппа. Причем, что интересно, прививка, конечно, мощная. Специально для пожилых людей моего возраста и возраста моей супруги двойная доза, не знаю чего, значит, мертвая этих вот вирусов или чего. В общем, короче говоря, предупредили, что реакция будет сильная. И так оно и произошло. В ночь с пятницы на субботу температура у меня поднялась до 39 градусов. Правда, я ее не измерял, но было ужас. Ужасно было. Ломило, крутило, знобило. Вот, не спал всю ночь. На следующее утро стало уже немножко лучше, но, в общем-то, в субботу, в воскресенье я пролежал в Илёшку три дня. В понедельник начал понемножку работать, вот, хотя сохранялась остыния и нарушенный ночной сон, знаете, после прививки. Знаете, как говорят в украинской поговорке, да, немало баба клопоту купила порося. Вот так и тут, вот. Но сегодня я беседовал с одной пациенткой из России. И она говорит, что, в общем-то, там тяжелейший грипп идет. Не знаю, как у нас в Германии. Вот, а сейчас похолодало, очень холодно. Очень холодно. Сейчас, например, 7 градусов снаружи. И снег, видите, вон, крыши, значит, покрыты снегом. Ну, а в квартире, в квартире, вот, в комнате здесь, в этой, это гостиная, так, значит, тут вообще 16 градусов было. Вот, батарея раскаленная. Электрообогреватель включен. Сейчас температура где-то к 17. Одет, видите, как. Вот, ну, я как бы солидаризирую с украинскими, значит, согражданами, которые мерзнут сейчас, да. Вот. Хотя у нас все работает. И вода есть, и газ есть, и электричество есть, и отопление работает. Вот. И можно включить и электрическое отопление, и это. Вот. Вот, ну, мерзну, вот, не знаю, старый уже хрен, да. А кроме того, наверное, еще и гипотириоз, ну, и 17 градусов. Кстати, я думал, что ж такое, почему я беседую с пациентами, скажем так, с Украины, да, вот, с Россией. Вот. И все они как-то легко одеты. В чем же проблема? Вот я не понимал. Мы же топим, батарея раскаленная. Я вам честно говорю, стоит на 3, там, термостат на 3 поставлен, деление. А потом я только сообразил, что проблема вот в чем. Наш-то термостат отключает отопление где-то начиная с 12 часов ночи. И включает его автоматически где-то, ну, под утро. Там, не знаю, в 6, 7, 8, не проверяю, я еще сплю. Поэтому получается, что за ночь, в общем-то, воздух охлажается. А пока он нагреется, значит, а когда нагреется, причем нагревается не больше 18 градусов, то тут же он уже и отключается. Ну, а в спальне вообще я не хочу говорить. Там свежо так, знаете, по-сибирски свежо. Вот, утром сегодня было 13 градусов и, по-моему, 3 десятых. Ну, хорошо, несколько таких теплых одеял, грелочка и даже жарко, даже жарко. Причем сплю не так, как сейчас одет. Десять одеял, и все из черсти. Все из черсти. Вы знаете, люди покупают фирменную одежду для улицы, А я покупаю фирменную одежду для дома. Вот такой парадокс. Вот сейчас одет в норвежских шерстяных этих вот носках для армии. Это военные носки. Вот. В сапогах. Вы представляете, в сапогах. Не хочу показывать, значит, которых там на лыжах катаются. Снизу обычная маечка, ну, не маечка, а это тэшир, да? Потом идет шерстяная, ну, скажем, белье нижнее, там, кольсоны шерстяные, и это зеленого такого военного цвета. Ну, вот. Потом идут шерстяные брюки. Шерстяные брюки такие охотничьи, фирменные, причем фирменные для охотников, дорогие брюки. Так, мне говорят, 200 евро стоят. Ну, вот. Дальше. Шерстяная кофточка, свитер, потом еще толстовка, шерстяной этот вот, и еще это тоже фирменное. Вот, видите, вот, фирменное. Не знаю, что это за фирменное. Вот. И вы знаете, не хочу сказать, что мне прямо жарко. Включен, значит, электроотопление и батарея вовсю. Вот так вот. Поэтому не удивляйтесь. Я как бы проявляю эмпатию гражданам с моими, значит, с моими согражданами из Украины. Они мерзнут, и я мерзну. Вот. Хотя, конечно, имеется отличие. У них отключено там или отключается. Ну, вот. Ну, а у нас ни черта не отключается, все есть. Ну, мерзну. Вот так вот. Значит, и вот поэтому уже сегодня, значит, там сегодня среда у нас, да, вчера там вторник, я уже поработал, я уже проконсультировал, вот, и так далее, и так далее. Я начинаю чтение. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Супруга одета проще немножко, легче. Ну, тоже шарфиком, но так, знаете, элегантно, не так, как я закрылся. Меня элегантность абсолютно не интересует, лишь бы тепло было. Вот, чтоб тепло было. А супруга элегантно, так, ну, и ей тепло. Вот. Ну, вот такой старик, она говорит, ты старичок. Я говорю, а я и не спорю, конечно, старик. Ну, вот, слава Богу, вот такое маленькое введение. Ну, а сейчас я так сообщаю, что там я заблокировал несколько раньше, там, где-то около семи человек. Некоторых я не буду называть их, я разблокировал. Думаю, ладно, что там наказывать, пусть пишут. Вот. Может быть, дойдет. Почему? Некоторые просто личные оскорбления. Вот. Вот некоторые вот эти, понимаете, издевательства, зная, что я гражданин Украины, да, хотя я не живу там, начинают, говорят, да, здравствует Новороссия, Украина, значит, хана, и так далее, и так далее, и тому подобное. Я их просто удаляю. Это враги. Это враги. Причем не умные враги. Не умные, понимаете, сидят там. Если ты такой умный, иди восстанавливай Новороссию, а не толчисться здесь на этом, понимаешь, и на моем. Одна написала, что из ума выживший дед, ну, раз из ума выживший дед, ты что, ты ходишь? Значит, естественно, ты там, я не знаю, блокирует ли комментарии или посещение, это не знаю, нечего смотреть. Ну, вот раз ума, что ходить, значит, к полуумному деду, да, и слушать его. Ну, вот так вот. Но некоторых я, там, таких старых, значит, которые стояли у истоков этого, скажем так, канала, да, я их восстановил некоторых. Потом постепенно, может быть, и всех восстановлю. Ну, за исключением тех, кто личные оскорбления, допустим, все-таки надо думать. Не надо личные оскорбления. Держите, можете, значит, там про себя называть, как хотите, но не пишите сюда и так далее. Все. Ну, а сейчас я начинаю или продолжаю чтение работы. А. А. Перельмана, глава пятая, это последняя глава, потом будет там еще послесловие, под названием «Память и ее патология», Баку, 1927 год. Итак, начинаю чтение. Глава пятая, краткое содержание этой главы, типы памяти, эйдетика, генша, виды памяти и феноменальная память. Сейчас только, как всегда, забыл увеличить немножко. Вот сейчас увеличу шрифт, чтобы легче читать было. Вот, увеличил. Итак, глава пятая, типы памяти, эйдетика, генша, виды памяти, феноменальная память. Для того, чтобы закончить изучение памяти, нам необходимо еще упомянуть вкратце об индивидуальных типах памяти. Принято обычно различать три типа памяти. Первое – зрительный тип. Второй – слуховой тип. И третий – моторный или двигательный. Лица, обладающие зрительным типом памяти, обычно запоминают и воспоминают лучше впечатление, воспринятое посредством органа зрения. Когда они хотят что-либо вспомнить, то воспоминания у них всплывают чаще в виде представлений зрительного характера. Это лица лучше заучивают и воспроизводят написанное. Вспоминая то, что прочли, они представляют себе преимущественно страницу с написанным текстом, который им пришлось выучить. Но это эйдетика. Лица, обладающие зрительной памятью, обладают способностью наглядно себе представлять то, что они запечатлели в памяти. За последние годы Е. Р. Йенш и его сотрудники обратили внимание на существование особого типа лиц, которых они назвали эйдетиками, от греческого слова «эйдос» или «образ». Эйдетиками Енш называет индивидуумов, обладающих особой способностью к образованию последовательных или так называемых наглядных образов «аншаунгсбильда». Эйдетик в состоянии после рассмотрения какого-либо зрительного объекта, например, картины, не только ярко себе представлять виденное, но и действительно этот объект видеть со всеми деталями в виде последовательного наглядного образа. Таким образом, эйдетик, посмотрев на картину, в состоянии последовательно проецировать ее со всеми деталями в виде яркого зрительного образа на находящийся перед ним экран. Эйдетический тип чаще встречается в детском возрасте, приблизительно в 40% школьников до 15 лет. Тут я сделаю маленькое отступление, я где-то сообщал о том, что вот у меня была в детстве эйдетическая память. Напомню коротко. Значит, это пятый класс, история, значит, урок истории. По-моему, значит, урок истории, история России или Советского Союза тогда это считалось. Вот. И там, значит, речь шла о восстании под руководством Степана Разина. Незадолго до этого я прочитал двухтонник. Был такой советский писатель Степан Злобин. Степан Разин. Ну, и вот я, значит, тогда обладал этой эйдетической памятью. Значит, видите, здесь пишет Перельман. У 40% школьников до 15 лет. Значит, я вышел перед классом, ну, сообщил учительнице, что я вот прочел, она попросила. Ну, давай, расскажи. Вы знаете, вот я вышел, и вот как вот здесь описывает приват-доцент Перельман, я видел эти страницы, я как бы считывал, считывал вот с этого романа, скажем, Степана Злобина. Вот это и есть эйдетическая память. Я тогда удивлялся, я не знал, что такое эйдетика. Кстати, об эйдетике я узнал вообще недавно. В результате, благодаря вот этим своим чтениям, вот, и я понял, что это была эйдетика. Я просто думал, что вот такая хорошая память. Но это была действительно эйдетическая. Я прямо видел перед мысленным взором страницу и перелистывал. И вот я уже не помню, сколько там, какой я эпизод рассказывал. Значит, вот и все. Значит, эйдетический тип чаще встречается в детском возрасте. Приблизительно 40% школьников до 15 лет. Но мне тогда и там и было. Где-то, может быть, в пятом классе, это лет 10-11. У взрослого эта способность встречается гораздо реже. Исследования Йенша обещают дать много нового для изучения типов с яркой зрительной памятью. Так, например, эйдетическая способность сохраняется в зрелом возрасте у многих живописцев и поэтов. Многие дети эйдетики склонны к гневным грезам и ночным страхам. Пауэр Ноктюрнус. В самое последнее время В. Йенш сделал попытку свести эйдетическую способность к определенным конституционально-эндокринным типам, обосновав ее таким образом на химизме крови и функции соответствующих эндокринных желез. Ф. Йенш полагает, что эйдетическая способность связана с двумя типами конституции, которые он обозначает как Т-тип, тетаноидный тип и Б-тип, базедовоидный тип. Лица, принадлежащие к тетаноидному типу, отличаются повышенной электрической и механической возбудимостью периферических нервов. Базедовоидный же тип отличается легким пучеглазием, увеличением щитовидной железы и склонностью к учащению сердечной деятельности – тахикардии. Судя по экспериментальным данным Йенша, последовательные наглядные образы у Т-типа неподвижны и окрашены в дополнительные цвета к образу первичному. Наглядные же образы у базедовоидного типа более подвижны и окрашены, соответственно первичному образу и легко подаются внутренним и внешним влиянием. Явления, аналогичные эйдетики в области зрительной, по-видимому, существуют и в области слуха, а также, быть может, и осязания. Вопросы эти в настоящее время находятся еще в стадии изучения. Тип слуховой памяти характеризуется памятью посредством слуха. Люди, принадлежащие к этому типу, хорошо помнят слышанное и при воспоминании ярко о себе представляют, например, тембр голоса, которым было сказано то, что фиксировалось в памяти. Ученики, принадлежащие к слуховому типу памяти, хорошо запоминают читаемое им вслух. Моторный или двигательный тип памяти свойственен тем лицам, которые хорошо запоминают двигательные акты. Обычно это люди, которые при заучивании шевелят губами. Выше названные типы памяти в чистом виде встречаются редко, всего одного до трех процентов людей. Чаще же приходится наблюдать так называемые смешанные типы памяти, например, зрительно-моторный, моторно-слуховой или же смесь из всех трех типов в различных комбинациях или пропорциях. Зрительно-моторный тип памяти, например, характеризует лиц, помнящих хорошо то, что они сами пишут. Люди же, принадлежащие к двигательно-слуховому типу, помнят хорошо то, что сами громко читают слух. Приблизительно одна третья людей относится к типу памяти неопределенному, где нельзя установить определенного типа памяти. Обычно в этих случаях мы, по-видимому, имеем тесное смешение всех трех типов. Согласно взглядам Шарко, тип памяти определяется большим или меньшим развитием различных центров коры, связанных с тем или иным из органов чувств. При поражении одного из этих центров происходит исчезновение соответствующих образов памяти. Такого рода воззрения не может быть принято современной психологией в том виде, в каком принимал его Шарко. Мы видели, что в большинстве случаев амнезии происходит не потеря воспоминаний, а лишь их задержка. Конечно, мозговые центры, относящиеся к органам чувств, играют роль функции памяти постольку, поскольку последняя есть функция мозговая, но роль эта лишь вспомогательная. Таким образом, можно себе представить, что преимущественный тип памяти определяется тем, что определенные лица чаще пользуются определенными мозговыми аппаратами, возможно даже, что здесь большую роль играет привычка. Так мы знаем, что тип памяти может измениться под влиянием упражнения, и что мы можем обладать зрительным типом памяти по отношению к одним впечатлениям, а слуховым по отношению к другим. Во всяком случае, поражение мозгового центра зрения, слуха и прочее могут отразиться на индивидуальном типе памяти лишь благодаря тому, что человек лишается при этом одного из вспомогательных аппаратов, которым это лицо преимущественно пользуется при запоминании и репродукции заполненного. Лись такого рода коррективом примемлем выше указанный взгляд Шарко на анатомическую локализацию типов памяти. Кроме типа памяти в психологии, еще принято различать различные виды памяти. Сюда относятся специальные виды памяти на цифры, на буквы, на слова, на цвета, на лица и прочее. Ребо различает особую память, аффективную, касающуюся аффективных переживаний и даже считает, что аморальные лица характеризуются отсутствием аффективной памяти, благодаря чему они не помнят аффективных переживаний, связанных с совершением дурных поступков. Конечно, для Ребо наряду с памятью аффективной существует также память интеллектуальная и волевая. Нет совершенно никакой надобности распределять память по искусственно выделяемым, так называемым, психическим сферам. Вполне достаточно для понимания памяти знать, что последнее свойственно всем психическим переживаниям, а в каждом из них заключается одновременно и момент интеллектуальный, и момент аффективный, а также и волевой момент. Прекрасной иллюстрацией типов и видов памяти служат лица, отличающиеся феноменальной памятью, носящей характер частичной гипермнезии. Изучение памяти этих лиц дало большой материал для весьма интересных психологических работ. Так Шарко и Бене наблюдали двух лиц. Одного из них звали Жак и Ноди, другого Ди Аманди. Иногда Ноди, вернее, делал умножение двадцати четырехзначных цифр, которые сообщались ему устно. Память и Ноди на цифры такова, что он может даже на следующий день повторить сделанные им вычисления с трехстами цифрами в том же порядке, в котором он их вычислял первоначально. И Ноди мог непосредственно запоминать до сорока двух цифр, сообщаемых ему устно. В связанной форме им запоминалось до четырехсот цифр. В то же время он не мог запомнить свыше семи букв, а музыкальная память его была ниже средней. Бене считал и Ноди обладающим чисто слуховым типом памяти. Однако дальнейшие исследования показали, что и Ноди относится к моторно-слуховому, так как он во время вычислений делает незаметные речевые движения с высунутым же языком или же с языком, придавленным между зубами. И Ноди производил свои вычисления значительно медленнее. Иногда был пастухом, и Ноди, вернее. И Ноди был пастухом, лишь грамотным, но без всякого иного образования. Другой же знаменитый счетчик Диаманди был образованным человеком. В отличие от Ноди, Диаманди является счетчиком зрительно-моторного типа. Он запоминает лучшие цифры, написанные, и требует, чтобы задаваемые ему задачи были написаны на доске. Диаманди запоминает ряд из 24 цифр в 3 минуты, в то время как и Ноди тратил на ту же работу 45 секунд. С другой стороны, Диаманди значительно быстрее, чем и Ноди, воспроизводит запоминаемые им цифры в различном порядке и в различных комбинациях. Еще более феноменальной памятью обладает Рюкле, подробно изученной Гейммюллером. Рюкле обладает смешанной памятью, но с преобладанием зрительной и заучивает ряд из 204 цифр в 7 минут и 27,8 секунды. Ряд в 504 цифры заучивается им уже в течение 39 минут 30 секунд. Рюкле обладает рациональной логической памятью, он тщательно расчленяет запоминаемый материал и обладает способностью сразу отыскивать математические особенности различных цифровых комбинаций. Следует отметить, что Рюкле относится с огромным интересом к математическим особенностям, производимых им вычислений. Весьма интересно сравнить Рюкле с одной счетчицей, также обладающей феноменальной памятью на цифры, а именно с мадемозель Берг. Последняя оперирует не столько самими цифрами, сколько со зрительными образами, создаваемыми ею по ассоциации с различными цифрами. Последняя она представляет себя в виде людей, предметов, полос и так далее. Г. Мюллер полагает, что писанные счетчики обладают особыми врожденными свойствами, к числу которых следует отнести незначительную умственную утомляемость. Умение сосредоточить внимание, очень быструю фиксацию, весьма важной является здесь также и комбинаторная способность. Г. Мюллер склонен думать, что феноменальные счетчики не обладают особым видом механической памяти на цифры. Скорее, у них чрезвычайно развито умение логически комбинировать представления о цифрах. Доказательством этого служат наблюдения над мадемозель Берг, Оперирующий со зрительными представлениями, замещающими цифры. Это данные Хэггэ. Ну, вот такая вот пятая глава. Остается мне прочесть еще заключение. Вот. Собственно говоря, я вам сейчас его язык читаю. Почему? Потому что оно очень маленькое. Итак, заключение. Гипотеза Блёйлера – это швейцарский психиатр, создатель термина «шизофрении» о мнемической сущности сознания. Ознакомившись таким образом с основным значением для психики процесса памяти, мы не можем в заключение обойти молчанием чрезвычайно интересную гипотезу, выдвинутую Блёйлером относительно значения памяти для биологического понимания процесса сознания. По его мнению, то есть мнению Блёйлера, сознание есть свойство функций центральной нервной системы. Сознание, конечно, должно быть локализуемого в мозгу. Даже такие старые авторы, как Дойсен, считали мозг психикой, видимой снаружи. Из соображений чисто аффективных многие не желают отождествлять душу с психическим процессом, а потому и по сию пору нет единодушия в понимании сущности сознания. Блёйлер считает правильным говорить о сознании как о качестве психических процессов. Мы говорим о сознании тогда, когда мы в состоянии познавать, какого рода раздражения мы воспринимаем, что мы делаем и что внутри нас происходит. Для Блёйлера сознание не есть содержание психических функций. Сознание не есть представление о представлениях или ощущение ощущений. Сознание не есть также способность рассуждать. Сознание есть особое свойство, что тот или иной психический процесс нами сознаётся, что тот или иной процесс обладает качеством сознания. Так, например, царапинное, полученное в пылу увлечение спортом, может сначала не сознаваться, хотя мы бессознательно избегаем её раздражения. Вследствие царапина это получает качество сознания, и нами уже сознаётся. В этом смысле сознание есть необходимое следствие памяти. Если бы мы были в состоянии воспринимать световые волны лишь одной определённой длины, то это отнюдь не повело нас к тому, что мы были бы в состоянии воспринимать лишь один определённый свет. Мы бы тогда вовсе не знали цветов, ибо у нас не было бы случая для сравнения одного света с другими. Не будь у нас функцией памяти, мы вообще не могли бы ничего воспринимать ни изнутри, ни извне, как бы хорошо ни работал наш мозг в остальном. Движения, как наши собственные, так и других, для нас не существовали бы. Мы не приходили бы к другому месту, ибо не могли бы знать предыдущего момента со своим определённым местом. Если же существует память, то существуют и предыдущие моменты, как функционирующие, энграмные ко времени наступления нового раздражения. И когда экфораты предыдущего момента могут сливаться воедино с экфоратами актуального, это слияние прежних экфоратов или следов, пережитого словами, обуславливает то, что в одной психической функции, в сущности, содержатся две различные функции, прошедшие и настоящие, которые как угодно часто и как угодно долго противопоставляют друг другу. Вдумываясь, мы легко можем себе представить, что этой единой функции, содержащей, прошедшие и настоящие, можно приписать рудиментарное сознание, то есть своего рода знание двух моментов или их отличия. Сознается таким образом не мозг, а его функция. И психика не есть мозг, видимый изнутри, а лишь видимая изнутри меняющаяся функция мозга. То, что говорилось здесь о двух раздражениях и двух моментах, относится также и к более усложненным функциям, локализуемым мозгу человека. Таким образом, путем усложнения, вышеуказанного механизма, становится понятным переход к более сложному комплексу сознательной личности. Все, что интимно ассоциируется с сознательной личностью, тем самым является сознательным. Остальные же процессы, хотя бы одновременно протекающие в мозгу, относятся уже к области бессознательного. В будущем наши стремления должны быть направлены к тому, чтобы еще лучше изучить физиологические функции центральной нервной системы, дабы иметь точное представление об истинной природе этого единения сливающихся функций. Пока что нам известен ряд прерывистых функций, способных сливаться в непрерывном действии. Таковыми являются, например, механизм мозаичного функционирования элементов сетчатки глаза или же кажущееся непрерывное движение машины, приводимое в движение прерывистым электрическим током. Эти соображения дают нам, возможно, себе представить, что физические процессы по отношению к более медленным объединениям, именуемыми процессами психическими могут нам представляться как нечто непрерывное и единое, несмотря на то, что в сущности они прерывисты. Ну, вот такая вот работа приват доцентов по курсу психиатрии и нервных болезней Азербайджанского медицинского института или университета Баку, 1927 год. Ну, и тут большой литературный указатель. Я его зачитывать не буду, он довольно большой, включает как русскоязычные ссылки, так и иностранные. Вот. 56, 56, скажем так, ссылок на работы русских и зарубежных исследователей проблем памяти. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой работы. Интересной. Она такая коротенькая, популярная, по сути дела, рассчитанная на начинающих врачей, на студентов медицинских вузов. Функция памяти напечатана в Баку в 1927 году. На этом я, доктор Джордж Горбатов, как всегда, как обычно, прощаюсь с вами, выражаю сердечную благодарность всем потенциальным слушателям этого ролика. И не только этого ролика, последнего, а и вообще всего плейлиста, состоящего или включающего в себя всю эту работу приват-доцента Перельмана АА. И прощаюсь с вами до следующих чтений. Спасибо и до свидания.